Ивановский музей камня приглашает совершить три шага в космос. Здесь открылась тематическая выставка. В этом году экспозиция посвящена трём большим юбилеям, связанным с астрономией и космонавтикой. Так, 410 лет назад, в 1609 году, итальянский учёный Галилео Галилей создал телескоп и впервые направил его на небо. Специально для этой выставки сотрудники музея подготовили инсталляцию стол Галилея Галилео. И благодаря тому, что он создал телескоп и посмотрел на звёздное небо, открыл и горы на Луне, и пятна на Солнце, он доказал уже наблюдениями то, что Коперниковская система мира гелеоцентрическая, она правильная. А во-вторых, телескопические наблюдения, они послужили своеобразным стимулом для развития астрономии и вообще науки как таковой, и техники соответственно. Существенная часть экспозиции, конечно, посвящена Юрию Гагарину. Он родился 85 лет назад в Смоленской области. На выставке есть много газет и книг, плакатов и фотографий, рассказывающих о подвиге первого человека в космосе и памятная табличка с улицы Гагарина. Отдельная инсталляция посвящена выставке человека на поверхность Луны. Случилось это 50 лет назад. У нас была и в России, в Советском Союзе была лунная программа, и в Америке была своеобразная гонка. Американцы опередили, к сожалению. У нас ракета Н-1 была не очень качественная по двигателям. И рассказываем о том, как они готовились, как они облетали Луну на Аполлоне-8, на Аполлоне-10. И об экспедиции, которые им непосредственно были с высадкой Аполлона-11-17. И о том, почему прекратились полеты с посадкой на Луну и о лунном грунте. У нас представлены в том числе и книги по теме лунного грунта. Связь наших, добытый нашими аппаратами и американскими астронавтами. Музей Камня располагает большой коллекцией фотографий с автографами космонавтов, которые летают на МКС. Представлены открытки и сувениры начала космической эры. Интересно, что 12 апреля в Музее Камня планируют провести просветительскую акцию тротуарной астрономии. Люди могут прийти, посмотреть телескоп, понаблюдать над космическими телами. Но одновременно они могут посетить планетарий. Будет организовано три сеанса – в 8, в 9 и в 10. И одновременно, если будут набираться группы, могут пройти экскурсию по нашему музею. А посещение этой высоты как раз будет абсолютно бесплатно. Стоит отметить, что тротуарная астрономия состоится лишь при хорошей погоде. Но и без этого в музее есть на что посмотреть и чему удивиться. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново. Редактор субтитров А.Семкин